СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В различных вопросах специализируюсь в взаимоотношениях, как бы наука взаимоотношений в моей сфере. А в Николаеве по поводу того, что проводили тренинги, да, и с кем эти были тренинги, работа, это семейные пары были? Это была аудитория людей, мы проводили с ними, главным образом, лекция была. И также мы разбирали вопросы, индивидуально некоторые вопросы. Сейчас существует определенный кризис в отношениях, то есть люди разучились строить отношения, понимают друг друга, особенно это касается противоположного пола. Потому что мужчина и женщина, они устроены по-разному, их психология, она отличается. Например, женщина, она более эмоциональная, разум ее тоже эмоциональный, для нее важны именно взаимоотношения. И вот мужчина не всегда понимает женщину, она не всегда понимает мужчину, поскольку для мужчины важнее все-таки предназначение. То есть работа, деятельность в социуме, то есть он защищает внешнюю сферу. Женщина создает атмосферу внутри семьи, внутри дома, как бы вот это пространство, вот ее влияние. А в чем основная причина, что вот этот кризис наступил сейчас? Что спровоцировало его? Есть определенные такие тонкие законы. Например, человек освобождает сейчас свои чувства, свои амбиции и немножко отрывается от естественной природы, от естественных таких ритмов. Потому что естественные ритмы, например, в природе мы видим, что никогда не бывает конфликта между мужчиной и женщиной в природе. Вот так скажем, между особью мужского и женского пола. Но у человека есть свобода выбора, из-за того, что у него развит интеллект, он может выбирать что-то. Например, он может выбирать техническое развитие, что-то еще, какие-то такие сферы. И терять тогда гуманитарную сферу. Как, например, Пушкин Александр Сергеевич, он не доверял математике или физике, поскольку это не совсем гуманитарная сфера, он считал. И вот сейчас есть кризис вот этой гуманитарной науки, и люди забывают постепенно свою природу, как бы склонны предать свою природу. Хотя, например, даже если женщина достигает карьерного роста, вот идет как мужчина в таком стиле, все равно она приходит на консультацию, говорит, я не удовлетворена, потому что у меня нету личных отношений, то есть я не понимаю, любят меня или нет. И вот важнее чувствовать, что ее любят. И важнее быть, например, матерью. Сейчас с этим все сложнее и сложнее. Многие пары, они не могут, например, родить ребенка, потому что женщина оторвана от природы, не контактирует с природой. Но, скажем так, все равно женщина реализовала внешнюю вот эту оболочку, все-таки возвращается к природным истокам. Нужно просто читать эти вещи. Например, если для мужчины главная это работа, но также и семья тоже важна, но семья на втором месте. Для женщины на первом месте семья, а на втором работа. То есть работа для нее должна быть как дополнение, как хобби. А для мужчины работа основная, но семья это как бы вторичная. И вот как инь-янь на востоке есть такой знак, вот есть черное-белое, но и в черном есть немножко белое, в белом немножко черное. Вот это гармония. Как чаще всего и кто чаще всего обращается? Это семейные пары, которые только строят свои отношения, или бывают пары, которые уже много лет вместе, но наступает тоже какой-то кризис? Да, есть кризис. В отношениях он наступает через некоторое время. Потому что молодые люди, как правило, они сначала не чувствуют никакого кризиса. Это влюбленность. Влюбленность означает, что все здорово. То есть они вдохновлены, они чувствуют волшебство этих отношений. Но они не знают иногда вот этих законов, что чувства имеют свойство пресыщаться. И когда они пресыщаются, люди вдруг замечают, что как будто бы они несовместимы по характеру. Потом прежде всего... Какие-то недостатки уже появляются у него партнера. Да, начинают замечать, кто они не видели, а тут вдруг замечают недостатки. Например, вот он что-то не так делает, какие-то у него привычки не те. Но он был ослеплен раньше, вдруг заметил. А есть какие-то вот рамки четкие? Понятно, нету среднего какого-то человека, но все-таки там 3-5 лет, 7. Потому что многие говорят там 1,5 года, 3 и так далее. Да, есть такое мнение, что 3 года – это длится влюбленность. Потом после 3 лет наступает кризис, потому что люди начинают видеть недостатки. Но рекомендуется с самого начала обращаться к интеллекту друг друга, прежде чем к чувствам. Особенно это касается мужчин, потому что женщина его очаровывает. И он иногда сбит с толку. Он думает, что влюблен и идеализирует этот образ, ну и женщина может тоже идеализировать образ. И вот важно, чтобы люди, прежде чем вступить в семейные отношения, вносили ясность. То есть мужчина рассказывал о своих слабых и сильных сторонах. Потому что мы, как правило, скрываем слабые стороны. И женщина должна рассказывать о своих желаниях, потому что она ждет, что мужчина их исполнит. То есть в этот период, когда длится вот эта влюбленность, проще всего открыть все карты, скажем так, в свое плохое, тогда идеализация начнется сразу. Да, потому что есть одна проблема. Люди накапливают, например, обиду. Женщина терпит и копит, 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 копит. И когда она накапливает эту обиду, однажды происходит взрыв эмоций. И когда это взрыв, это уже как такой шок. Мужчина не ожидал, думает, как же так, почему такое реакция. Все вроде бы идеально было. Хорошо, и вдруг раз, и взрыв. Поэтому психологи не рекомендуют прояснять с самого начала, спрашивать без эмоций. А почему ты, например, не помыл за собой посуду? Давай вместе помоем, давай в это. То есть обсуждать эти вопросы. Не терпеть, не замалчивать, не хранить эту обиду. А сразу прояснять, пока это еще не совсем обида. Пока это еще не накопилось. И тогда легче. То есть это взрослая позиция. А как правило, если этой взрослой позиции нет, например, модель поведения, если человек инфантильный, еще не готов к ответственности, то он как ребенок. Он думает, что угадать должны его мысли. Например, женщина может ожидать, что мужчина будет угадывать. Но он же не экстрасенс. Ну да. Это она, может быть, тоньше чувствует. Но она ждет. Но важно понимать этот язык отношений, вносить ясность. Ну это мы разобрали, скажем так, основные проблемы. Чаще всего, я так понимаю, бытовые проблемы. Да, приходят поводом для того, чтобы какой-то взрыв был, ссоры и так далее. А что говорить по поводу семейных пар? Это больше, я думаю, все-таки для тех, которые притираются, влюбленность. Но вот если люди много лет уже живут вместе, то же наступает кризис. Причины чаще всего. Наступает тоже, да. Потому что мы проходим этапы жизни. И каждый этап жизни, он имеет определенную задачу. Иногда мы ее проходим, иногда не проходим эту задачу. Если мы ее не проходим, то урок повторяется. Что-то повторяется в этих отношениях. Потом с возрастом меняется менталитет, психология. Могут появиться проблемы, например, может болезнь появиться или усталость накопится. И вот эти испытания, они на самом деле могут углублять отношения. То есть трудности, они даже в каком-то смысле хороши. Если люди любят друг друга, они будут, наоборот, крепче становиться в этих отношениях. Как, например, Владимир Высоцкий, он формулу дал интересную. Если хочешь проверить отношения, например, друга, то возьми его в горы. То есть испытай его в трудных ситуациях, потому что это сплочает. Либо разрушает. И вот у людей, кто прожил какое-то время, может наступить такой момент. Например, когда ребенок рождается в семье, то очень часто женщина переключается на него. И мужчина уже на втором плане. Да, он чувствует, как же так, я был тут вот любимый, а теперь как-то она меня не замечает. И он не понимает этих тонкостей, если вы его не учили, в этом науке взаимоотношений, то он не знает, что это нормально. Ну да, в одной программе мы разбирали очень детально этот вопрос с вашим коллегой. И хотелось бы от вас еще услышать такие экспертные, скажем так, советы с семьям, которые либо сейчас строят отношения, либо уже много лет вместе живут. Как вот, например, сделать разрядку? И правильно ли ее делать? Отдохнуть друг от друга некоторое время? Просто там на пару дней, да, где-то поехать отдохнуть, если еще нет детей? Либо лучше вместе все-таки отдыхать? Как это? Иногда нужна дистанция. Причем интересно, что фамильярность разрушает отношения. Чрезмерная близость, она делает отношения скучными, потому что пресыщение происходит. И рекомендуется держать некоторую дистанцию уважения. Даже вот как в старых семьях, в аристократические времена люди обращались друг к другу на вы. Причем даже было отдельное пространство мужчины и женщины. Были ее апартаменты, его апартаменты, были большие дома. И люди, они уважали пространство друг друга. Также женщине важно, чтобы у нее были подруги. Мужчины могут быть друзья, то есть мужской коллектив. Чтобы он не терял свою половую идентичность, у него должна быть связь с мужской энергией, у нее с женской также. Иногда они держат дистанцию, иногда сближаются, то есть это нормально. Ненормально только развод. Развод – это убийство семьи, потому что, хотя в современном мире люди считают это нормой, но это потакание чувством. В прошлом не было этой идеи развода, и люди приспосабливались и развивали качество в себе. Что интересно, вторая половина, она приходит с возраста. Мы находимся во вторую половину, когда вместе притираемся друг к другу. Не когда мы находим идеал, а мы достигаем этот идеал, развиваясь в отношениях вместе. Спасением будет ли, если, например, муж и жена работают на одной работе, и вот как раз там не смогут держать эту дистанцию? Вот пол дня держат дистанцию, а пол дня как раздвижение будет. Это вариант идеальный или нет? Это хорошо, когда мужчина достаточно занят. Знаете, мужчине должно быть некогда выяснять отношения, ну то есть в том смысле, что в плохом смысле слова. То есть иногда он засиживается дома. Если мужчина засиживается дома, то женщина подсознательная, жена начинает его подталкивать, говорит, ты что-то засидел, все на диване, давай сходи куда-нибудь на работу, почему ты сидишь. То есть она всегда ставит какие-то сверхзадачи и создает ему возможности для подвигов. Поэтому мужчина, он должен действовать, а вечером приходить домой. И тогда будет гармония, он будет приносить оптимизм и здоровье. Потому что если он сидит дома, он теряет здоровье. То есть самое идеальное, это чтобы мужчина все-таки находился в своей среде мужской, женщина, в своей женской и дистанция какая-то должна быть. А какие еще, может, пара советов парам, что необходимо делать, как укреплять. Возможно, совместные какие-то занятия спортом тоже. Это хорошо или нет? Общая цель. У них должна быть обязательно какая-то общая цель. Например, цель может задавать мужчина, а женщина, она становится помощницей. Например, все успешные семьи. Если посмотреть, например, Форд, по-моему, его супруга была такова, что она позволяла ему заниматься своим любимым делом в гараже. Затем он создал такую вот целую технологию автомобильную и достиг высот. Но потому что просто она позволяла ему это делать. Другой какой-то великий художник, он хотел рисовать. И все смеялись сначала над этим выбором. Женщине говорили, что ей не повезло, художник много не заработает. Но она любила и верила. И он писал картины и, в конце концов, стал гениальным художником. Когда он спросил, как же мы жили, как же ты терпела, то выяснил, что она не только терпела, она еще и кровь сдавала даже, чтобы иногда найти какие-то деньги, купить ему кисти, краски. То есть она шла на определенную жертву. Вот важно также быть готовым идти на жертву друг ради друга, на какую-то. И понимать язык любви. Один психолог западный, он говорит, что есть пять языков любви. Ну, их может быть и больше, но вот он основные выбил. Например, слова для женщины язык любви. Если мужчина только работает, но не говорит ей о том, что он ее любит, она усомнится. Скажет, ну ты работаешь, а кто же мне скажет? Ты должен сказать. То есть сказать тоже надо. Да, и причем три раза в день, как минимум. Он должен время от времени говорить ей о том, что ее любит. Потому что это может быть ее язык любви. И если не давать этот, не восполнять сосуд любви ее внутри, он иссякнет, и она будет чувствовать, что ей плохо. И у мужчины есть тоже свой язык любви. То есть это может быть индивидуальное что-то. Например, касание может быть язык любви, подарки язык любви, время, которое мы тратим друг на друга. Язык любви. То есть важно выяснить, прояснить, каков же язык любимого его партнера. Как у него было в семье, вот их отец и мать, как они общались. То есть все-таки родительские отношения тоже являются эталонным, да? Они влияют прямым образом. То есть если был развод, то, как правило, человек несет в себе эту же программу, он потом с трудом выходит замуж или женится, и тоже разводится. Сохраняет долго, надолго, да? То есть самое основное, это все-таки ключ для меня, скажем так, из нашего разговора, это нужно притираться и партнера, скажем, находить вот этой уже притирки. То есть друг друга находить этот, не находить отдел, а его строить и создавать. Да, да. Поэтому я благодарю вас, я думаю, что советы и для наших телезрителей, и для меня лично были очень полезны. Я напоминаю еще раз нашим зрителям, что у нас сегодня был Артем Леонов, психолог. Спасибо вам большое за отдельные советы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова